Настольная борьба У одной из самых древних игр на планете ожидаема очень большая история, разорванная временем и различными эпохами. Самой игре по некоторым подсчетам от двух с половиной до четырех тысяч лет. К сожалению, точно сказать кто и как придумал Го невозможно. По различным версиям ее могли придумать и китайские императоры, и математики, и даже древние маги и колдуны. Но одно можно сказать точно. Первый известный и похожий прототип Го появился именно в Китае и назывался он Вейцы. Через какое-то время эта игра пошла, так сказать, по рукам и уже к 10-12 векам про нее знала вся Азия. Правда, если те же Япония или Корея стали сразу развивать это дело, то в Поднебесной Вейцы так и осталась на тот момент обычной забавой среди высшей знати. Интересно, что до 19 века Го культивировалось исключительно в Азии, то есть остальной мир про это явление практически ничего и не слышал. И только в начале 20 века различные игроки, так или иначе бывавшие в Японии или Китае, стали открывать клубы в Европе, печатать учебники по Го, а также проводить небольшие соревнования. Что же мы в итоге имеем сегодня? А то, что Го является одной из наиболее распространенных настольных игр на Земле. На 2000-й год в мире играло в Го около 27 миллионов человек, то есть в среднем на 222 жителя планеты приходится один игрок в Го. Сегодня эта цифра, естественно, еще больше. Правда, распределены спортсмены не совсем равномерно, подавляющая часть любителей находится в Восточной Азии. Но это не мешает игрокам со всех остальных уголков планеты проводить масштабные соревнования, фестивали и мероприятия. В России Го появилась одновременно с другими государствами Европы. Уже в 1977 году был проведен многоэтапный турнир названия сильнейшего игрока Го страны, сокращенно СИГО, ставший первым неофициальным чемпионатом СССР. В нем победил Валерий Асташкин. Но статус официального признания наравне с теми же шахматами Го тогда так и не получила. И только в 1989 году появилась Советская Федерация под руководством все того же Асташкина. Таким образом, мы стали одними из немногих в мире, кто официально признал этот интеллектуальный вид спорта. Так как родоначальники игры азиаты, то, ожидаемо, одно из главных течений развития пошло к нам через Дальний Восток. И здесь своей инициативой похвастал именно Владивосток. Настольную борьбу здесь ведут некоторые любители уже последние 20 лет. Однако только недавно Приморская Го вышла из тени и стала громко и официально заявлять о себе. В 2018 году появилась официальная Краевая Федерация. Сегодня все мастер-классы и клубы работают на бесплатной основе. Тем самым в Федерации хотят привлечь самые широкие слои населения – от детей до пожилых горожан. Основная масса на сегодняшний день – это люди нашего возраста, это какие-то сосложившиеся уже состоятельные люди, которые имеют возможность в свободное от работы время приходить и играть, и посвящать себя ГО, чтобы это было такое хобби. Но наши усилия как раз-таки направлены на то, чтобы охватить и детские учебные заведения, школы, библиотеки в том числе. Ну и в планах у нас есть увлечь эту игру бизнес и деловую элиту. План у нас на это есть. Мы уже даже подписали соглашение с несколькими высшими учебными заведениями. И список этих высших учебных заведений еще не закрыт. Мы хотим еще и студенческую молодежь туда вовлечь, чтобы по принципу межвузовых турниров устроить даже между ними какие-то соревнования. Ну, потому что это и неминуемо приведет к росту профессионалов. Общая численность играющих спортсменов, официально зарегистрированных и имеющих рейтинги, около 10 тысяч в Российской Федерации, что уже немало. Но я думаю, что свою тысячу мы из Владивостока спортсменов-то добавим в ближайшее время. Спросите, почему вдруг Владивосток стал этакой восточной столицей ГО? Дело в том, что еще в 2016 году в Санкт-Петербурге проводился ГО-конгресс, куда съехались сотни любителей этой игры. Это не осталось без внимания Международной Федерации. Там в очередной раз отметили, что Россия – лидер среди европейских стран по числу спортсменов, федераций и турниров в год. Поэтому в 2017 году было принято решение предоставить нашей стране право проведения 41-го любительского чемпионата мира по ГО в 2020 году. Но на этом хорошие новости тогда не закончились. Естественно, право проведения было принято решение о проведении во Владивостоке, так как наши азиатские соседи географические – Китай, Корея, Япония – имеют очень сильные исторические, культурные корни и имеют огромное количество людей, которые играют в эту игру, в том числе на самом высоком уровне. Да, именно Владивосток уже в 2020 году будет принимать мастеров черно-белых баталий со всей планеты. Именно поэтому об этой игре отныне вы будете слышать в разы больше. Так чем же так интересен и уникален этот вид спорта и почему его не надо сравнивать с шашками или шахматами? Здесь надо понимать, что игра очень древняя и какие-то из ее правил и традиции сохранились и по сей день, чего стоит одна традиция класть первые камни ближе к сердцу соперника, в честь уважения к нему. Но если вкратце, основная задача в ГО – отгородить на игровой доске камнями своего цвета большую территорию, чем противник, но при этом не упустить свои владения. Иначе говоря, надо соблюдать баланс, который так сильно культивируют в Юго-Восточной Азии. Кто-то сказал из великих про ГО, что ГО – это шахматы в движении. То есть, если проводить параллель, шахматы направлены больше, наверное, на то, чтобы убить противника, подавить и выиграть. ГО больше направлены на долгосрочную перспективу, на взаимное существование. Именно поэтому, наверное, в бизнесе ГО так популярно, что нацелено, скажем, на долгосрочный раздел рынка. То есть твоя задача не убить конкурента, а найти друг для друга какие-то оптимальные пути для существования на этом рынке. Поэтому вот в Японии, в Корее, в Китае очень многие бизнесмены играют в эту игру и активно используют принципы, которые они на доске, также и в жизни при завоевании каких-то своих деловых побед. Этот стратегический баланс действительно оказался очень кстати в ведении бизнеса. Более того, сегодня существуют целые программы обучения, где на примерах этой древней игры показывается, как правильно вести переговоры, побеждать в спорах, а также играть по чужим правилам. Мы давно знали про эти свойства ГО и давно думали, как бы нам использовать для того, чтобы помочь нашим стажерам. У нас очень много стажеров, около 700 человек, которые ездили в Японию по разным темам. Как бы мы эту стратегию использовали для того, чтобы быть более успешными людьми в бизнесе. И мы сейчас тестируем мастер-классы, и каждую неделю по средам мы, наверное, будем собираться у нас и попробуем обучиться хотя бы азам этой игры, чтобы и тактика, и стратегия на одинаковом уровне была развита у наших бизнесменов. Но вот в чем сложнее всего будет догнать азиатов-основателей ГО, так это в идейной сущности игры. Во Владивостоке уже прошло несколько турниров, куда приезжали китайцы, корейцы и японцы. И по словам местной федерации, играют они совершенно по-другому, с душой. У них очень важное значение имеет этикет игры. То есть они гораздо более вежливые, более сдержанные, они приведут большее значение игры, и они прекрасно знают, что когда ты играешь, раскрывается твоя сущность, твой характер. Цель наших русских, к сожалению, зачастую это просто победить любой ценой. Мы меньше думаем о философии, меньше о стратегии. И на отличительной особенность, что русские гораздо чаще идут в ближний бой, атаковать, съесть, убить. Азиаты, они как-то более по-восточному, философски подходят, думают о стратегии, о долгосрочной перспективе, что через 10-15 ходов они, возможно, захватят эту территорию. А территория здесь довольно большая. Стандартная доска имеет разлиновку 19 на 19 линий. То есть всего 361 пересечения, куда можно поставить свои камни. Их, кстати, у каждого игрока около 180. Делаются эти элементы игры из самых разных материалов, что придает спортсменам дополнительное эстетическое удовольствие. В самом начале игры желательно не вступать в ближний бой. То есть надо... Ну, места много, места хватит всем. То есть, по-критически, ну, первые ходов 40-50 просто занимать свободные места и никуда, так сказать, не лезть. Вот это самое такое... Самое важное, наверное, и главное, в отличие, допустим, от тех, что там шахматы, которые хороши. Шахматы, там все-таки контактный бой. И, в принципе, допустим, с точки зрения, да, даже с точки зрения, как вот у меня есть хороший друг-художник, вот он мы снимем, он правила не знает, но вот он видит, вот, допустим, вот этот ход почему правил. Здесь много синего цвета, надо добавить красный. Здесь красного много, да? Обаим синего. Уже, как бы, некий баланс наступил. Одно из правил игры звучит вот так. Не затягивайте игру, если проигрыш уже очевиден. Уважайте вашего партнера. Но если вы не сдались вовремя, имейте мужество доиграть партию до конца. Все-таки по праву Гу относит к нечто большему, чем просто к разделу настольных игр. Это не столько поле боя, сколько поле жизни, где белые и черные должны существовать вместе. А попробовать изменить эти чаши весов сегодня может любой желающий. С вами был Максим Яковлев и программа «Вокруг спорта на восьмом».